Всем привет! С вами сегодня снова я, Аня. И так, как я живу в городе Красноярске, если кто еще об этом не знает, то я буду рассказывать вам про универсиаду, которая будет в 2019 году. Я буду показывать вам кусочки экскурсии, на которую мы ездили еще в декабре прошлого года. И буду рассказывать вам об универсиаде. Итак, давайте же начинать. Как вы должны знать, Красноярск это столица Красноярского края. И сегодня Красноярск активно растет, развивается, оправдывая почетный статус столицы, 29-й Всемирно-Зимний универсиаде 2019 года. Проведение студенческих игр в Краевом центре – это инвестиции в будущее, в будущее не только города, но и Красноярского края в целом. Эти соревнования превратят Красноярск в уникальную спортивную арену, где мировые державы примут участие в празднике спорта, главная ценность которого состоит в объединении людей и государств. Универсиаду решили проводить именно в городе Красноярске, в моем городе, в котором я живу, именно потому, что очень много спортсменов, которые будут участвовать в этой универсиаде, из Красноярска. Студенческие игры в Красноярске состоятся со 2 по 12 марта 2019 года. В рамках Всемирной зимней универсиады 2019 года будут разыгрываться медали в 8 обязательных видах спорта, таких как горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноутборд, фигурное катание и керлинг. Также медальные комплекты будут разыграны в двух видах дополнительной спортивной программы – это фристайл и спортивное ориентирование. Кроме того, медали будут разыграны в демонстрационном турнире по хоккею с мячом. Ожидается около 3000 спортсменов со всех континентов. Город готовится принять более 10 тысяч гостей. Игры в Красноярске станут первыми зимними в России. А теперь я расскажу вам, какие объекты будут участвовать в этой универсиаде. Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта». Она еще не построена, она еще только строится. В этой академии будут проходить соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, фристайлу и спортивное ориентирование на лыжах там будет проходить. Объект номер два – это всесезонный парк спорта и отдыха «Фан-парк Бобровый лог». Сейчас там ведется строительство дополнительных объектов и реконструкция каких-то отдельных объектов, которые уже существуют, но их нужно подделать и подготовить к универсиаде. И там вы сможете увидеть соревнования по горнолыжному спорту. Сейчас я вам ставлю кусочек видео. Третий объект – это дворец спорта имени Ивана Ирыгина. Там будет проходить соревнования по кернингу. На данный момент сейчас все это здание готовят к универсиаде, то есть там происходит реконструкция всего здания. Этот дворец построен в 1981 году. До 1995 года во дворце существовала ледовая арена, которая затем была заменена паркетом. После реконструкции на объекте вновь появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу и так далее. Полагается реконструкция и установка нового ледового оборудования. Следующий объект – это крытый каток Первомайский. Там будет проходить хоккей. В данный момент в этом катке проходит капитальный ремонт, который необходим для обеспечения безопасности объекта. Объект номер пять – это ледовая арена на улице Партизана Железняка на 3500 мест. Здесь тоже будет проходить хоккей. И изначально у нас этого объекта не было и сейчас его строят. Следующий объект – это ледовый дворец Рассвет. Сейчас в этом здании ведется капитальный ремонт. Объект номер семь – это многофункциональный комплекс Академия Биатлона. Здесь, как вы уже догадались по названию, будет проходить биатлон. И сейчас ведется реконструкция и капитальный ремонт. Объект номер восемь – это многофункциональный комплекс Арена Север. Здесь будут проходить соревнования по хоккею и шорт-треку. Сейчас в этом здании проходит капитальный ремонт. Также нам показали не только саму ледовую арену, но и скалодром. Сейчас я вам ставлю кусочек видео. А также зал, в котором занимаются баскетболом. Следующий объект – это многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной Платинум Арена Красноярск. Здесь будут проходить соревнования по фигурному катанию. На данный момент ведется строительство этого объекта. Следующий объект – это стадион Енисей. Здесь будут проходить соревнования по хоккею. И вид этой работы – новое строительство с полным демонтажем существующего здания. И последний объект – это центральный стадион имени Ленинского комсомола. По форме я бы сказала, что он напоминает глубокую тарелку. И вид этой работы – реконструкция. Вот и подошел к концу мой рассказ об универсиаде. И подошла к концу наша экскурсия. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Кнопочка, как обычно, внизу. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Подписывайтесь на мои соцсети. Ссылки в описании. А также пишите комментарии. Я вас всех очень люблю. Всем пока-пока!